В русской литературе существует такое явление, которое можно обозвать литературной трансгендерафилией. Почему-то именно наши переводчики имеют тенденцию менять пол некоторых героев при переводе, совершенно произвольно, иногда прикрываясь улучшениями сюжетов или тем, что существительные в русском языке имеют другой пол, чем в оригинальном. Но, на мой взгляд, все эти объяснения слабоваты. Тут есть какая-то и рациональная часть, которая делается осмысленная, и иррациональная. Редиар Киплинг один из тех, кто сильнее всего пострадал от трансгендеризма. Каждый раз, когда я вижу какой-нибудь женский ник в социальной сети, который образован от слова у Багира, я делаю вот так. Если прочитать произведение «Книгу джунглей», проникнуться духом, становится понятно, что Багира никак не могла быть женского пола, просто даже по количеству времени, которое он тратил на Маугли. Такой мог себе позволить только самец. И для Багира это был вопрос работы с собственным прошлым, преодоления прошлого. Поскольку он сам вырос среди людей, и опыт был, мягко говоря, не самый приятный, то становление и трансформация Маугли – это был для него вопрос примирения и осознания своего прошлого, среди прочего. Кроме Багира есть трансгендеры и поменьше, например, Чучундра в реке Тикитаве, или, если брать уже не Гиплинга, Винни-Пух. Там филин превратился в сову без какой-либо серьезной причины для этого. Но филин – единственный, кто обладает каким-то подобием мудрости, настолько, насколько его, конечно, комедийно изобразили. И, возможно, это и есть объяснение, почему меняют пол. Потому что и на рациональном уровне, и на иррациональном уровне существует негласное табу на изображение положительных мужчин. Причем положительных не в том смысле, в каком их женщины сейчас называют положительными, кто такой хороший мужчина, а то, какими они могли бы быть, как могла бы проявляться положительная маскулинность, продвинутая маскулинность. Мне кажется, на это наложено какое-то табу. Если такой персонаж есть, его нужно исказить. Либо нужно сам персонаж поменять, так, чтобы он перестал быть положительным, либо нужно исказить его пол. Но нельзя оставлять его как есть. Вот, например, на английском языке невозможно поменять пол у Багиры, так, чтобы это было незаметно. Но можно изобразить его в более клоунском виде. А вместе с ним и Балу. А вместе с ним еще и Ка. И вот мы получаем вариант западной экранизации Киплинга. Пол остался на месте, но смысл и взаимоотношения всех объектов полностью трансформированы. От оригинала и его глубины не осталось и следа. Новая экранизация компьютерная, кто видел книги джунглей, почти повторили мультфильм старый западный, но не смогли удержаться и таки поменяли Ка. У нас теперь стал не смешным, но он стал женского пола. Естественно, вся его мудрость тоже растворилась. Теперь это такой манипулятор, охотник, мистик с глубиной, но при этом враг, а не друг. То есть несколько десятков лет прошло, есть все возможности сколь угодно точно изобразить сюжет. Нет, сюжет изображен не будет. Видимо, существует некое табу на то, чтобы изобразить сюжет как есть в нетронутом виде. Странно, что книжку до сих пор продают на английском языке. Предвижу, что следующая экранизация, где-то через 20, наверное, заменит Пол Маугли, потому что, как есть, он совершенно шовинистический и политникорректный. А вот совсем свежий пример похожего рода. Казалось бы, в наше время не должно быть проблем с переводом. Я несколько раз в разных местах упоминал сериал «Интритмент». Это американский вариант израильского сериала про психолога, всячески его рекламировал, говорил, что это очень стоящая вещь тем, кто собирается на терапию, тем, кто хочет посмотреть, как это примерно проходит в общих чертах. Ну, упрощенно, конечно, но тем не менее. И вот, оказывается, несколько лет назад по какой-то особенной причине этот сериал решили в нас не просто перевести и показать, нет, его решили переснять с местными актерами. Справедливости ради, по какой-то причине этот сериал переснят уже что-то порядка 15 раз в разных странах. Но только в одной стране, угадайте в какой, изменили пол главного героя, собственно терапевта, который все ведет и на котором все держится. В принципе, исполнительница главной роли играет вполне себе. Хотя, конечно, это не спасает всю остальную команду, которая, ну, мягко говоря, слабовато, как актеры. Не верю, как говорил Станиславский. Подготовь мне моего Оскара! О-о-о-о! Убила! О-о-о! Какая боль! О-о-о! Какое страдание! Скверная игра! Вам бы лишь критиковать! Но даже хорошая актриса не может исправить того, что сюжет радикально меняется. Радикально меняется расстановка сил. Просто замена пола терапевта меняет радикально весь расклад. И все, кто работали с терапевтами, а я, например, работал и с мужчинами, и с женщинами, конечно же, знают, что, ну, они работают по-разному. И вообще говоря, даже с разными проблемами к ним ходят. По понятным причинам. Одни вещи удобнее прорабатывать с мужчинами, другие вещи с женщинами. Например, когда у нас есть пациент, который влюбляется в терапевта, а терапевт ему потом невзначай отвечает. Замена пола не дает зеркальную ситуацию. Ситуация меняется радикально и становится гораздо менее правдоподобной вообще-то. А какие-то ситуации просто невозможно развернуть зеркально. Может к терапевту прийти женщина-пилот-бомбардировщика или там штурмовика, которая что-то там разбомбила с детьми. Только если в фантастическом кино. А в реалистичном мире этот летчик, а это один из лучших и самых интересных героев во всем сериале, один из самых поучительных персонажей, пошел бы он со своими мащикомплексами и с главными проблемами по отцовской линии, пошел бы он к женщине-терапевту. Да, сейчас. Два раза. А девочка-подросток, которая провоцирует психологу-мужчину, что вполне логично. Но женщину ведь так не спровоцируешь, а это совершенно очевидно. А если и спровоцируешь, то выглядеть это будет совсем иначе. Где-то к третьему сезону, по всей видимости, даже сами авторы этой адаптации поняли, что ну не работает эта система. И главный герой незаметно заменился на мужчину. Причем мужчину, в общем-то, похожего на исполнителя главной роли в американской версии. Но по всей видимости, в таком виде сериал в российской среде не взыграл. Умный и тем более мудрый мужчина, который разбирается в чувствах, да лучше женщины, это просто рушит всю картину мира. Это звучит как вызов и оскорбление и женщинам, и мужчинам, которые привыкли, что такого не может быть и не должно быть. По всей видимости, политика, которая придерживается в больших медиа, сводится к тому, чтобы на любой женский недостаток смотреть в уменьшающую линзу. На любые женские достоинства смотреть в увеличивающую линзу. А с мужчинами поступать наоборот. Все недостатки должны раздуваться и увеличиваться. Любое негативное исключение должно подаваться, как правило. А с положительными примерами должно быть ровно наоборот. Их нужно преуменьшать. И если уж от них никуда одеться нельзя, то хотя бы подавать это как исключение, а не правило. Думаю, такой был лейтмотив и такая была идея в этом гендерном извращении. Неважно, понимает это автор российской адаптации или нет. Но, думаю, задача у него была именно такая. И это несмотря на тот факт, что он сам мужчина. Это здесь неважно, потому что он работает на аудиторию, на общественное восприятие. Он его чувствует, это общественное восприятие, он его понимает, он его определенным образом трактует. И он сделал то, что, как ему казалось, должно быть принято. Думаю, это не последнее превращение. Мы еще увидим их не раз. Это политика. Так что, пользуясь случаем, хочу снова прорекламировать американский вариант «Интритмент». Он существует в русском переводе, в интернете его достаточно много. Имеет смысл посмотреть от начала до конца. Там три сезона, если мне память не изменяет. Все весьма стоящие. Конечно, все упрощенно, все ускорено во много раз, но при этом довольно-таки правдоподобно. Так что, приятного просмотра. Всем пока и удачи. Я даже не могу себе представить, как можно было придумать именно так, как это получилось. То есть, то, что это было поставлено еще в 12 странах, и оно в любом контексте, структура этого произведения все равно дает приблизительно один и тот же результат, это, конечно, гениально. То есть, Хагай Леви, респект и уважу Хага. Всем пока. Потанкнание уже самой аппет practice. Хагай Леви. Непозри форты. Продолжение следует...